Привет, меня зовут Татьяна, я мама дочери с синдромом кошачьего крика, Насте, которой 8 лет. Беременность приходила нормально. На УЗИ у нас показывало только то, что она мелкая, до 2,5 килограмма. Как мне сказал УЗИст, что это нормально для девочки, ничего тут страшного нету, девочка-дюймовочка, все. Было кисаревое сечение, буквально на второй день мне, когда ее принесли, она была серого цвета. И на ней была шапочка одета. Шапочка была одета с каким-то бантиком. Когда я спросила, что это за шапочка, это не наша шапочка, мне сказали, это шапочка специально для кислорода. И я начала задавать вопрос, что с ребенком, мне ничего никто не отвечал. Просто слабенькая. Мне подсказала медсестра из детской палаты, что говорит, Таня, смотри, она неправильного цвета, тут что-то не то. Добром тут не будет. После кисаревого сечения на третий день нас отправили в Черенигово, в областную больницу. Нас посмотрел через неделю генетик, сказал, что есть подозрение на наш диагноз, но надо сделать анализ. Нас запишут на очередь. Где-то через часа два, после того, как вышел генетик с кабинета, там, где мы разговаривали, меня опять же туда позвали. Нам сказали, ну вы понимаете, у вас же дома есть здоровый ребенок. Зачем вам такой ребенок? Вы можете спокойно отказаться и уехать. На что я сказала, я отмолую, не откажусь. И буквально через полчаса я уехала домой. Подписала все документы на свой страх и риск, я уехала домой. Ехала я домой, слышавший в ответ, я не довезу. Или это в лучшем случае будет дома растение. Сдали анализ на Креаптип. И через две недели анализ был готовый. Подтверждение синдром Лежена, или как называется, синдром кошачьего крика, делекция пятой хромосомы. Вот моя реакция была, почему я? Что дальше? У меня должно быть трое детей. Ну, у меня двое. Старший сын прожил два дня. Я боялась этого. Мне никто ничего не объяснил. Сказали, будем отставать в развитии. Похоже на Дауна, похоже на ДЦП. Все зависит от вас. Никто не дал нормального объяснения, что это такое. Ответа не было. Синдром кошачьего крика, он связан с тем, что он неправильная гортань. И их плач очень сильно похожий на плач маленького котенка. Именно похоже, когда вот котенок слепой, и он возле мамы ищет цитю, кошки. Вот, в принципе, так мы плакали. Это проблемы с гортанью. С возрастом голос меняется. Он стоит более грубей, но не так уже сходство есть. Такой плач у нас был до года. Но если сравнять и с детками, и с нашим диагнозом, все детки похожи между собой. Как ребенок солнечный. Низко посажены ушки. У нас большое расстояние между глазками. Да? Расширено от переносица. От многих деток кривые зубки. У нас были рефлексы с рыгования. Вот так мы покушали, отрыгнули, мама поклала на бочок. Пока пошла бутылочку помыла, прихожу, она лежит на спине и в рвотной массе. Я боялась ее оставить. Она не спала толком. Постоянно это все на руках. Мы кушаем смеси, мы кушаем, мы варим каши. У нас нет рефлексожевания, к сожалению. В этих деток есть такое, что в кого-то есть рефлексожевания, в кого-то нет рефлексожевания. В некоторых даже нет рефлексоглотания. Есть дети, которые скармливаются в 3-4 года еще на зонту. Нам 8 лет, и мы кушаем только через бутылочку. У нас есть только сосательный и глотательный рефлекс. Не дай бог, какая-то маленькая крупинка, мы начинаем давиться. Мы синеем. Вот это очень сложно. Проблема с кишечником. У нас более широкий кишечник, чем сам проход. И нам очень трудно. Это постоянные запоры. И в принципе это в каждых деток с нашим диагнозом проблема сходить в туалет. И у нас в принципе все дети сидят на ослабительных. Без разницы, кушают они, есть рефлексожевания, нет рефлексаожевания. Вот у нас есть такая проблема с нашим диагнозом. По развитию она как 10-месячный ребенок, потому что мы играем мелкими этими игрушками. Музыкальные, светящие. Мы любим такое. Мы любим то, что шарудит даже обычным пакетом. Бутылка-пакет это для нас самая лучшая игрушка. Мы не понимаем, что это нельзя. Мы не понимаем, что это больно. Настя не понимает, что она кому-то делает больно. То, что она хватает маму за волосы и тянет. И если мама начинает кричать, она начинает улыбаться и смеяться. Она себе делает больно, она вырывает себе волосы. Она когда злится, может кусать себя за руки. Она начинает биться головой о пол, что идет звон по всем дому. Ее нельзя успокоить, пока мама не прижмет, не обнимет и должна постоянно быть рядом. Мы только научились ходить. Мы в три года сели. Потом мы только встали и начали ползать. В семь лет Настя начала ходить. Настя характер, она очень на стороне. Она добивается своего, то, что она хочет. Если ей что-то не позволяешь или запрещаешь, она начинает бить, кусать. Но все равно она лезет и делает то, что она хочет. Если она хочет оторвать кусок обои, она оторвет ее. Я думаю, видно. Она хочет открыть комнату и пойти в другую комнату. Значит, мы любым путем откроем головой двери, руками двери. Но мы выйдем и пойдем. Мы любим очень свою собаку. Вот даже если взять синдром кошачьего крика, там связаны с котами, а мы играем с собакой. Вот это друг. Они делятся игрушками. Настя отдает собаке, собака погрызет, возвращает что-то погрызанное. Взамен она идет, берет косточку свою, картошку, что-нибудь и несет взамен. Настя, встаем в 4, мы можем встать в 5, мы можем проспать до 9. Но мы можем встать в час ночи, проиграть до 5, а потом спать до обеда. У нас нет графика, что 8 ребенок встает, зубки чистим, подмываемся, кормимся, переодеваемся. Нет, у нас такого нет. К сожалению, генетика не лечится. Можно облегчить ей жизнь, научить социальным навыкам, научить нормально ходить, самой попытаться кушать, научить жевать. Реабилитация состоит из того, что массажи, ЛФК. С нами занимается специалист, который учит правильно держать ложку, правильно взять бутылочку, взять что-то кругленькое, попытаться скласть пирамидку, потолкать машинку, расчесать расческой, расчесаться. Нам в данный момент нужно ехать на реабилитацию, очередную, очень дорого, около 50 тысяч гривен. Это все занимает 2 недели, 14 дней. Были моменты, когда я думала, что я сдамся. Когда нам поставили еще до нашего всего диагноза, в сукупности, сказали, она глухонемая. У нас в институте, в Киеве, нам поставили сразу же первичный диагноз, глухонемая. Через месяц мы приехали на повторное обследование. Врач сам удивился, когда на мониторе пошли рефлексы. Оказалось, она стугоухость. Вот, я думала, это все. Но мы, опять же, я собираюсь, потому что я понимаю, что я им надо. Насте надо, старшему надо. Без них я никак, и они никак. Наверное, силы дают дети. Ее достижения, Настяное достижение, то, что она научилась ходить, на прогнозы врачей, что она будет полностью лежачая. Смотреть на их глаза, и как они улыбаются и обнимают, это, наверное, все. Вот и силы. Мы радуемся тому, что мы сделали первые шаги. Это для нас очень тяжело далось, но это далось. Первые звуки, да, ма, вот у нас ля-ля, это для нас большая радость. Радость в том, что она реагирует на игрушки, повторяет движения. У нас хорошая гибкость, и мы можем себе ногами почухать за уши. Она вот так слаживается просто. Я никогда не ожидала, что у нас такая будет гибкость. Другим мамам я советую не отказываться от деток, искать выход, связываться с людьми. Мы есть в социальных сетях, наши группы с синдромом кошачьего крика. Вот мы мамы собрались, ищите, спрашивайте, не опускайте руки. Потому что дети, это наши дети, какие они не есть, но они наши. Без разницы, синдром кошачьего крика, ДЦП, АУТИ, солнечный ребенок. Это дети не инвалиды, это особенные дети. Их надо любить, и мы их любим. Плюсов, в принципе, нет. Это испытание моих нервов, моего терпения. Плюс в том, что у меня, она у моей семьи родилась. Она родилась у меня. Я ее люблю, какая она не есть. Что она не родилась в той семье, там, где ее оставят. Там, где ее оставят в интернате или сразу в больнице. Я считаю, что... Плюс в том, что она у меня. Какая она не есть, но она моя. Полноценным здоровым ребенком я прекрасно понимаю, что она не будет. Она не пойдет в школу, она не выйдет замуж, она не пойдет учиться. Мне от нее не будет внуков. Она вечный ребенок. Пока я жива, живая она. Если, не дай бог, со мной что-то случится, я надеюсь. Потому что я влаживаю в сына старшего, что Настя без нас не сможет. Что Насте надо постоянно поддержка. И он все понимает очень хорошо. Он ее любит. Если, не дай бог, со мной что-то случится, она не надо никому. Никому. Ей никто не заберет. В Америке есть женщина, которая больше 60 лет. У нас в Украине самая старшая женщина. Она живет в Херсоне. Если я не ошибаюсь, ей 37 или 38 лет. Быть мамой ребенка, в которого синдром кошачьего крика, это быть постоянно с хорошим нервом, с хорошим настроением. Быть сильной. Просто быть мамой. Маленького ребенка, который будет постоянно маленьким. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok